Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у нас очередная порция заготовок в морозилку. Если вам интересно данное видео, то обязательно продолжайте смотреть, потому что я собрала для вас простые и быстрые рецепты. И первая наша заготовочка горбуша майонеза. Для этого нам понадобится лук, соль, майонез и приправа для рыбы. Приправу можете брать абсолютно любую, любой фирмы. Главное, чтобы она была для рыбы. Для начала я обрезаю все плавнички и нарезаю порционную горбушу на кусочки. Затем добавляю все приправы, майонез, режу полукольцами лук и все это хорошенько перемешиваю. Все заготовочки я буду выкладывать вот в такие формочки. Туда же я отправляю рыбу. И потом можно ее будет просто либо запечь в духовом шкафу, или просто обвалять в муке и обжарить в масле. Следующая заготовочка котлеты с начинкой моцарелла. Для этого нам понадобится панировочные сухари, фарш, сыр моцарелла, лук, соль и специи по вашему вкусу. У меня фарш из говядины и курицы. Я уже перемолола на блендере, добавила лук, соль и специи. И специи я добавляла паприку и кориандр. Все хорошенько это перемешиваем. Затем сыр моцарелла я нарезаю на длинные ломтики и начну формировать котлетки. По одному вот такому ломтику сыра моцарелла я просто кладу в фарш и хорошенько формирую котлетки, обваливая их в сухарях. Получилось очень-очень вкусное блюдо, сочные котлеты. Я уже их готовила. Я также засняла процесс готовки. Обязательно сниму видео всех своих заготовочек, какой результат получается. Эти котлетки я запекала в духовке и получилось просто вкусняшка. Следующая заготовочка обычные классические котлеты. У меня свиноговяжий фарш. Туда я добавляю одно яйцо, лук перемолотый в блендере. Также хлеб. Хлеб я вымачивала в обычной воде, не в молоке, как многие делают. Добавляю туда 2 столовые ложки сметаны, фарш. Все специи, какие вам нравятся, я добавляла соль, перец и паприку. Все это хорошенечко я перемешиваю и формирую котлетки. Обычно такие котлеты я жарю на оливковом масле. Следующей заготовочкой будет долма. Я, конечно, ее делаю по-своему, возможно, это и неправильно, но нам очень нравится. У меня свиноговяжий фарш. Туда я добавляю рис басмати, соль, перец, чили, чтобы были такие остренькие, и кориандр. И буду заворачивать виноградные листья. Виноградные листья я уже покупала консервированные в баночке. Они, конечно, очень соленые. Я их немного подержала, минут 15 в обычной воде. И все. Просто заворачиваю фарш и потом буду готовить в кастрюльке, добавлять водичку. Все это будет хорошенько тушиться и со сметанкой, с чесночком. Получается очень-очень вкусно. Но кто любит это блюдо, кому нравится, я думаю, вы меня поймете. Следующая заготовочка самая простая. Куриные голени я приправляю специями. Соль, перец, черный перец, чили, паприка, сушеный чеснок, немного соевого соуса, майонез, кетчупа. Хорошенько это перемешиваю. Нарезаю лук полукольцами. И все это выкладываю в формочку. И потом просто достану и запеку в духовке. Получится вкусная, сочная куриная голень. Следующая заготовочка это курочка с морковью в медово-горчичном соусе. У меня не поместилась курица целиком в противне, поэтому я ее разрезала. Для соуса нам понадобится столовая ложка меда, 2 столовые ложки горчицы. Курочку я предварительно посолю и промажу хорошенько ее соусом. Можно также сверху еще приправами посыпать. Я посыпала перчиком черным. Нарезаю я морковку крупными кусочками. Выкладываю в чашечку. Я ее немного посолю. Добавлю оливкового масла. Можно также добавить специи любые. Это уже на ваш вкус. Специи я не стала добавлять. Но я добавила немного муки для того, чтобы при выпекании образовалась такая корочка на морковке. В общем морковь выкладываю к курице, отправляю. И все. Вуаля, заготовочка готова. Следующая заготовочка ребрышки. У меня осталось немного соуса от предыдущей заготовочки. Я туда добавила еще немного меда, горчицы, чтобы было побольше соуса. И порционно разрезаю ребрышки на кусочки. Затем я ребрышки солю. Добавила немного черного перца. Вы также можете добавить любую приправу. И заправляю это все соусом. Хорошенько перемешиваю и выкладываю в формочку. Мне кажется, получится очень вкусное блюдо. Правда, его я еще не готовила. Следующая заготовочка будут фрикадельки. У меня фарш индейки. Я добавляю туда рис басмати, соль, черный перец и немного сушеного чесночка. Все это хорошо перемешиваю и буду формировать фрикадельки. Я в этот раз решила делать их маленького размера. Запекаю я их обычно в сметанно-томатном соусе. Я уже делала фрикадельки в предыдущих заготовочках. Но в этот раз решила попробовать из фарша индейки и сделать их более маленькими. Но получается очень-очень вкусно. Следующая заготовочка отбивные из грудки индейки. Грудку я нарезаю порционно на небольшие кусочки и начинаю отбивать молоточком. Но не достаточно тонко. Так, совсем слегка накрываю пакетиком, чтобы не летело мясо во все стороны. После того, как я отбила мясо индейки, я ставлю разогреваться масло. В муку добавляю соль, черный перец. Хорошенько все перемешиваю и обваливаю каждый кусочек в этой панировке и обжариваю на сильном огне. Но у меня огня нету, я обжаривала просто на сильной температуре, на высокой. После того, как филе обжарилось, я выкладываю формочку, нарезаю помидор дольками, натираю на крупной терке сыр. Сыр можно взять любой. И каждый кусочек я пропанзываю майонезом. На каждый кусочек выкладываю дольку помидора. Все это посыпаю сыром. И вуаля, заготовочка готова. Я это блюдо уже готовила. И оно получилось просто офигительно. Реально очень сочное филе получилось. Нам с мужем очень понравилось. Следующая заготовочка самая простая. Это фаршированный перец. У меня свиноговяжий фарш. Я добавляю также рис в асмати. Абсолютно любые специи. Я добавляла сушеный лук. Так как лук в фарш я не добавляла. Соль, перец и немного кориандра. И хорошенько все это начиняю перчиком. Конечно, я немного, совсем чуть-чуть оставляю. Не полностью, скажем так, набиваю перчик. Потому что рис отварится, немножко набухнет. И чтобы это все потом не вываливалось из перчика. Перец я запекаю в основном. А, вот у меня осталось, кстати, тут, как вы видите, немного фарша. Не хватило перца. Но я решила сформировать две такие тевтелечки, скажем так. Крупно я сейчас натру морковь. Все это хорошо вот так распределю по перчику. И все. Запекаю я перец обычно в сметане. Получается вкусняшка. Вот такие заготовочки у меня получились. Я думаю, что нам их хватит надолго. Я постараюсь заснять каждый процесс приготовления заготовочки. Чтобы вы увидели результат. Что-то уже я готовила и отсняла. Обязательно будет такое видео. Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши комментарии. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok